Вы для себя навсегда отрезали Россию? Вы исключаете факт, возможность своего возвращения в Россию? Понимаешь, мы никогда не должны исключать ничего. Но на данный момент, конечно, я бы не хотел иметь вообще ничего общего с Россией. И я не представляю себе, как в свое время Марлен Дитрих, которая не смогла вернуться в Германию, она не смогла преодолеть омерзения, которые ей внушали те люди, которые Германию населяли и пережили войну. Я думаю, что со мной примерно такая же история. Я не смогу преодолеть отвращение к тем людям, которые там тем или иным образом все равно работали на войну, работали на преступления, которые оказались дерьмом. Ведь что сделала война? Что сделали все эти иноагентские списки? Они сделали в том числе и довольно много хорошего, потому что они выделили на данный момент наиболее ценную, представляющую что-то собой, популяцию, скажем так, мелкую и незначительную по численности свободных людей. Все остальные, увы, увы, оказались рабами страха, рабами режима. Да, с массой уважительных причин, там масса очаровательных, милых людей. Но мы видим, что, к сожалению, я тебя должен, вот тут не обрадую, но вот эти два года переделали очень многих. И люди, которые в марте, в апреле, в мае, еще в июне 22-го года были абсолютно антивоенно настроены, которые понимали кошмар происходящего, которые действительно сутками рыдали, плакали и жили в шоке, сейчас уже стали давно превратились во вполне благополучных патриотов, которые поддерживают Путина, которые поддерживают войну. Все склонились перед этой страшной машиной насилия, как им кажется. Она не такая страшная, и она разваливается от первого сильного прикосновения, как доказал профессор Пригожин в свое время, в своем блестящем эксперименте, который он назвал «Марш справедливости». Поэтому особых надежд на внутренний распад я бы не рекомендовал Путина. Напоследок, я вас спрошу, Александр Глебович, о том, чем же все это закончится, собственно говоря. Что будет дальше? На сколько лет или на сколько месяцев вы рассчитываете, что продлится война? Или она вообще навсегда? Нет, она не навсегда. Она, безусловно, совершенно не навсегда, потому что ведь российское государство, оно все равно обречено на слом. Оно обречено на слом по причине запрета Акунина, по причине ложных идеологических постулатов, по причине репрессии, по причине тупости власти, по причине серости Путина, по причине торжествующего беззакония. Ведь все то, что я перечислил, это плинфа. Ты знаешь, что такое плинфа, нет? Первый раз слышу. Первый раз. Плинфа, уже второй. А все еще не знаешь, что это такое. Плинфа – это то, из чего в России до определенного момента, до постройки Кремля, пытались возводить здания. Это обожженные на солнце глиняные оковалочки. Я думал, просто говно, нет? Нет, 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 нет. Это как бы, скажем так, про кирпич, это до кирпич. И русские, которые пытались строить всякие высотные, большие монументальные сооружения, поражались, почему у них все всегда разваливается, почему всегда падают соборы, которые они… Ведь даже тот же самый собор Покрована Нерли, который они демонстрируют в качестве достижения своей архитектуры, делали каменщики Фридриха Барбароссы в качестве подарка Боголюбскому, и никакого отношения русское зодчество к этому не имело. Русские не могли тогда ничего построить, не потому что они были плохие, у них не было кирпичей для того, чтобы воздвигнуть высотное, отвесное, вертикализированное здание, необходимые кирпичи, качественные. Почему Аристосель Фиараванти, который прибыль в Москву для постройки части Крилевских сооружений, вынужден был первым делом открыть не строительство, открыть завод по производству настоящего маттона, то есть настоящего кирпича. Я должен сказать, не путайте, господа зрители, не путайте Аристотеля с Аристоевичем, это разные люди. Я тут вообще промолчу, потому что я же обещал в свое время Зеленскому не влезать во внутренние украинские дела никогда, потому что только меня, слона, в этой посудной вашей лавке не хватало. Поэтому я вынужден здесь стиснуть зубы и промолчать. Присловили Аристоевич? Давайте не будем конкретизировать. Так. И вот плинт. И вот, скажем так, из такого набора порочных элементов, конечно, любое сооружение, которое стремится ввысь, оно неизбежно завалится. Поэтому я, например, в прекрасном расположении духа, у меня не возникло ни малейших сомнений по поводу военной победы Украины, при том, что я вижу все сложности, но я понимаю, что даже если, например, произойдет полная отключка Запада, если Запад все-таки будет прогрессировать в своей импотентности и в неспособности оценить угрозу, которую несет Россия цивилизация, вот тогда-то и начнется самое интересное, потому что ведь, давайте будем откровенны, Украина голыми руками, без всякого Запада сумела порвать русскую армию и отогнать ее на те рубежи, где сейчас происходит, где сейчас проходит линия фронта, не имея ничего, имея только дерьмовую, доставшуюся в наследство от советских времен танков, не имея ничего только отвагой, только жестокостью, только соображениями свободы и достоинства, Украина тогда совершила чудо. Затем она решила вздремнуть на вот этих вот матрасах из обещаний и мечтаний о леопардах и абрансах. Получила 31 танк, который, разумеется, просто в силу того, что это 31, в силу того, что они все очень старенькие. Конечно, какая-то помощь есть, но это, вот я тебе могу сказать, если бы Америка осуществляла бы ленд-лиз Советскому Союзу теми же темпами и в таких же количествах, как сегодня Запад помогает Украине, Россия бы сегодня говорила на отличном немецком языке. Поэтому говорить о том, что что-то решает западная помощь, да, это дает право пропагандистам в студиях надувать щеки и кричать, что они сражаются с НАТО и со всем миром, знали бы они подлинную картину. То есть все равно все решается на линии фронта, и если действительно Европа дотумкает до степени опасности и понимания того, что ей придется вступить в бой с Россией, в любом случае, по-любому, просто таков вектор, таков закон исторического существования России, она не может быть иной. И не надо ее за это не осуждать, не хвалить, это просто, ну, как, не знаю, у динозавра есть свойства определенные, которые она не может в себе изменить. Вот она такая. Но, тем не менее, у меня нет ни малейших сомнений в победе Украины, у меня нет ни малейших сомнений в разрушении России, у меня вообще как бы нет никаких оснований, я не вижу никаких оснований для беспокойства. Александр Глебович, я вам хочу сказать спасибо за потрясающее интервью. Во-первых, вы меня настолько зарядили своим оптимизмом. Да нет, это оптимизм. Слушай, я не занимаюсь, это вы не по адресу обратились. За оптимизмом это не ко мне. Я реалист, то есть я преимущественно пессимист. Если бы я был оптимистом, я бы тебе завтра сказал, что завтра ВСУ будут в Кремле, что будут висеть мерно раскачивая синхронно все военные преступники. Вот это было бы оптимизмом. В том, что я говорю, нету никакого оптимизма. Ну, они как раз к Новому году, там тела могли бы основательно промерзнуть. Это вот джин-дам-дам-дам-дам-па-па-па-пам. Бегали бы веселые беспризорники, качали бы их за ноги. Мы бы видели знакомые лица. Вот это было бы оптимизмом. А мои родители в Киеве видели в 1946 году, как вешали нацистских преступников, и они вот так мерно раскачивались. Да, да, да. Вот это было бы оптимизм. Что я говорю, никакого оптимизма нет. Это как раз безжалостный реализм. Но я диагност, я ставлю такой диагноз. Я не вижу других путей развития событий. Я знаю всю картонность и всю хлипкость России. Я наблюдал это в 1991-1993 году. Я знаю, как это машина, которая умеет производить впечатление несокрушимой и монументальной. С какой скоростью за несколько часов она рассыпается и распадается. Я все это знаю. Я вижу все те же самые приметы. Я вижу приметы торжества дикой порочности. Я вижу, да, возможно, какие-то ситуации будут кровавее и многовариантнее, но все равно Россия подписала себе смертный приговор. Он, к сожалению или к счастью, мне совершенно все равно уже, будет перевезен в исполнение. Спасибо. Пожалуйста. Ты еще вот не спросил по поводу Дунцовой, конечно. Ну ладно. Кто она такая вообще? Никто. Как выяснилось, никто. И как выяснилось, девушка действительно была главным редактором газетки, где были письма солдату в рубрике «Своих не бросай». Я думаю, что это является окончательно исчерпывающей характеристикой человека. И далее обсуждать эту вату уже нет необходимости. Да и хрен с ней. Спасибо вам. Я просто почему тебе напомнил, мне очень много задают вопросов по этому поводу. Но я уже ответил. Можете подписаться на мой телеграм-канал. Вот там есть все ответы на самые жесткие, скажем так, вопросы времени. Спасибо.